Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга, и это Юга Шоу. Так получилось, что компания CCP этой осенью предоставит для всех возможность поиграть в одну из очень сильных, мощных, легендарных MMORPG EVE Online. И я не смог обойти стороной этой темы, потому что для меня мир EVE был, скажем так, интересен в свое время, но из-за недостатка информации, из-за того, что моими учителями были такие же неопытные игроки, как и я, для меня он остался позади, соответственно, и классический MMORPG занял в моей жизни больше времени. Но сейчас время перемен, 2016 год, и я думаю, мы к нему, к EVE, соответственно, вернемся. И сегодня у меня в гостях два человека, которые EVE уж поболее меня отдали времени своей жизни, и они нам расскажут. Ребята, представьтесь! Здорово всем! Меня зовут Влад, я лидер Альянса From the Abyss и лидер корпорации Казматово. Меня зовут Мэтт Войс, я член Альянса From the Abyss и член корпорации Варптуса. Влад, расскажи немножечко о своем игровом пути в EVE Online, как ты до сих пор, до 2016 году играешь в эту прекрасную игру, и расскажи, соответственно, пару слов о себе. Так. Я уже играю эту игру 12 лет. Начал, когда мне было 21, сейчас уже 33. В общем, эта игра уже со мной много лет. Такой долгострой получился. Да-да. В общем, она очень много поменялась в этих годах, но все осталось интересно. Расскажи, откуда ты и немножечко о себе, чтобы знали зрители. Я родился в городе Кишиневе в 83-м году. В 90-м мы уехали из Советского Союза, Станцию Беженцев в США. Я уже здесь 26 лет живу, в Нью-Йорке. Найта, расскажи немножечко тоже о себе, о своем жизненном пути в EVE и вообще. Ну, я, конечно, не могу похвастаться таким грандиозным опытом в EVE. Начинал еще где-то в году 2005 первый раз. Как-то не зашло позже, где-то в году, так, в 2009 пробовал еще. Ну, и в итоге в прошлом году пришел, где-то с полгодика поиграл. Как-то людей, единомышленников не нашел. Бросил, ну и вернулся. Позвали друзья все-таки. Позвали, вернулся и сейчас, в общем-то, мне все нравится. Ну, к 2016 году, можно сказать, игра достигла... Как вы вообще считаете, достигла нас сейчас апогея? Или еще есть место, куда развиваться? Ну, по-моему, мир EVE такой, что всегда есть куда развиваться. И я считаю, что это тоже так, потому что 2016 год, а доступы, по сути, альфа-доступы сейчас для всех. К этому мы еще вернемся. Сейчас немножечко расскажите о проекте, как вы его видите. Влад, расскажи, как бы ты... Вот я новичок, вот представь, что ты говоришь с новичком, вот я. Ну, полнейший. 10 миссий прошел за, не знаю, которых дают в самом начале. Поставил скиллы на изучение, более-менее разобрался. Ну, вот расскажи пару вводных слов, не знаю, там, несколько предложений. Почему я бы хотел еще выиграть... Почему я должен продолжать играть в эту игру? Вот вообще для тех, кто не знает вообще про проект EVE. EVE очень уникальная игра. Я всю жизнь играю всякие-всякие игры. Ну, ничего, даже близко к EVE нету. Почему? Потому что из-за игроков. И из-за ССП. Здесь все друг друга знают. Вот я, как сказал, 12 лет играю. Меня знают. Мои корпорации знают. Мои бывшие корпорации знают. Мои альянсы знают. Мы друг друга знаем, как... Типа, как школьники. Это... Это в смысле в одном большом классе вы находитесь? Ну, вот. В одном большом классе. Я могу посмотреть, скажем, человека. И посмотреть, какие у него... В каких корпорациях он был. И я могу знать, с кем он играл. Когда он начал. Что было в EVE тогда. И так всякое. Из-за этого получается очень такой... Сильный комьюнити в EVE. В других игр такого нету. Потому что все играют на одном сервере. И получается такое большое общество. Прям иногда вот так задуматься. 12 лет на одном сервере. 12 лет. Это же... Старшему сколько сейчас лет? Ну, скоро будет 11. А, представьте, 12 лет. Это вот, можно сказать... Для ММУ проекта это, наверное, уже... Если как... Все-таки считать, что это... Не то, чтобы уже ветеран. Но, хотелось бы... Ну, как же знаешь, у кошек, да, допустим. Два года там за пять или там... А в EVE, вот, 12 лет. Это, по-моему, сейчас для нее юношество. Потому что из тех проектов, допустим, которые приведу аналогии. Наверное, только из самых близких по долгожительству это World of Warcraft. Соответственно, как так... А, ребят, кто еще не... Ну, я так понимаю, корпорации это кланы. То есть, в игре. Вот, может быть, для тех, кто не совсем понял терминологию. Ребята, корпорация это подобие кланов. Кланы, которые играют 12 лет на одном сервере. Вы просто, в принципе, вдумайтесь. На этот вопрос, в принципе, идентичный сейчас. Можно, подожди, я добавлю немножко. Вся суть в том, что у EVE всего два сервера. Один общий и один китайский. То есть, для китайцев сделали отдельный сервер. А так, весь мир живет на одном сервере, других просто нет. О, а почему для китайцев один? Я, кстати, вот этого не знал. А почему для китайцев один сервер? Ну, ввиду цензуры, ввиду... Своей некой локальной политики Китая, что у них все должно быть свое. Поэтому CCP пошли навстречу Китаю и сделали свой собственный сервер. В принципе, как вау. Как вау тоже то же самое у них. Когда у нас есть в World of Warcraft выходили новые expansions, там они еще на старых, потому что из-за цензуры они все должны были просмотреть через весь expansion. Если все там нормально, потом то же самое у них. Ну, в принципе, политика Китая в этом отношении многим известна и по Dota 2, и по Warcraft, и в целом-цем. Там в Китае даже, по-моему, черепа нельзя, насколько я помню, в играх использовать. Ну, у ребят там своя атмосфера, так что мы как бы не будем в Поднебесную лезть. Я уже и так в Поднебесной много времени проводил последние где-то месяц. Сами прекрасно знаете это. Так, в принципе, Найт, привлечи, вот привлеки меня. Ну, ты смог, я ладно, вот у тебя получилось ко мне, ты меня заставил с тобой сидеть 4 часа. Это, наверное, самые дольшие 4 часа, которые мы... Точнее, или даже самые быстрые 4 часа, которые в Еве пролетели. Ну, вот другого человека привлеки, Найт, ну, пожалуйста. Ну, Ева, как сказал Влад, весьма уникальный проект. Во-первых, это, как я уже говорил, один сервер большой на всех. Здесь вы можете встретить кого угодно, из какого угодно уголка планеты. И второй такой основной момент, отличие, это даже не сеттинг, а развитие персонажа в реальном времени. То есть, скиллы прокачиваются у вас не от того, что вы что-то делаете, а в реальном времени. Вы пошли спать, у вас скиллы качаются. Вы пошли на работу, там, в школу, в университет, еще куда-то, у вас скиллы качаются. И чтобы изучить все скиллы, вам понадобится порядка 26 лет. Сейчас, конечно, с введением инжекторов этот порог можно немножечко сократить. И, скорее, это даже для новичков такой огромный плюс, когда можно немножечко ускорить изучение скиллов. Но суть остается такова. Нужно огромную кучу времени, чтобы изучить все. В игре можно заниматься абсолютно чем угодно. То есть, учитывая то, что вам не нужно там качаться, по факту, вы, заходя в игру, занимаетесь тем, что вам интересно, тем, чем вы хотите заниматься. Ну, то есть, на сколько это занятие? И аспектов различных огромное количество. Можно там добывать ресурсы, можно что-то строить, можно торговать, можно пулять по крестикам, в терминологии Евы, это убивать НПС, можно заниматься ПВП, можно заниматься фракционами, воинами. То есть, спектр очень большой, и, в общем-то, отчасти это огромный плюс Евы, и отчасти довольно большой минус Евы. Игрок изначально предоставлен сам себе. Ну, то есть... Это интересно, это круто. Ну, не знаю, Влад, может, добавишь что-нибудь? Да, я вот добавлю, что можно в этой игре делать, что вдруг бой нельзя делать. Потому что очень много игр имеют ПВП, майни, грабить, всё такое. В этой игре ты можешь её играть, даже не сидеть в игре. А сразу меня слышно? Угу. Слышно, слышно. Такие люди, как я, которые уже долго играют, которые в своих альянсах, в своих корпорациях, занимаются, как игра в игре. Это шпионство, это дипломасия. Дипломатия. Да, дипломатия. Строить войны, строить контент. Можно сидеть в обществах, которые помогают СССР менять игру. В этой игре... Слушает игроков. Не как в других игре, которые просто после патча слушают. Угу. Так, это очень уникально. Я, видимо, пропал в процессе, да? Да-да-да, ну, сейчас с нами. Ну, смотри, я сейчас... Хотел бы, ну... Допустим, сказать немножко о себя, своим зрителям, и вообще ребятам, кто будет смотреть. Я, допустим, в Еву играл в последний раз в 2012 году. Ну, это довольно-таки давно, даже с учетом, как бы, моей ММО. Ну, то есть, как бы, я играл в 2004 года в ММО и РПГ-проект, и, соответственно, в 2012 году, и получилось, что меня пригласили играть в Еву. Он такой, да-да-да, интересно. Такой, хорошо, давай засядем. Для меня, как для новичка, да и, в принципе, для вас, сразу вас предупрежу, игра, действительно, она, как сказать, не злая, как на это вот ты выразился? Вот слово вот... Недружелюбное, конечно. Недружелюбное, вот, правильно, она, недружелюбное. Ну, это Ева, она такая есть, была, и, в принципе, мне кажется, будет. Здесь, как если вы, допустим, как я, типичный игрок именно в ММО и РПГ, да, я могу себя назвать таким, который любит, допустим, фэнтезийку, sci-fi, но в привычном сеттинге того, что у меня в руке топор или, там, бластер, который бегает, когда я бегаю по локации, формлю или выполняю квесты, здесь немножечко такого нет. Здесь нету локации, которая тебе объяснила бы, куда нажимать, что делать. Допустим, не рассказала, почему именно так, а не по-другому. Куда клацать? В принципе, 99% проблем для меня в Еве, для новичка, это интерфейс. Интерфейс в игре, в принципе, сейчас, когда уже 4 часа я поиграл, интуитивно стал понятен, появились новые фишки, причем очень классные фишки, которых еще тогда не было, когда я играл. Месяц, я проиграл в Еву 3 месяца первый раз, и это мало. Действительно мало, потому что играл я как в основном. То есть мы приходили, что-то фармили, я изучал скиллы, и я за 3 месяца не участвовал, в принципе, ни в одном крупном, даже по ВП-сражению максимум, что это было, какие-то там, не знаю, на нас были нападки, там разрушили, мой корабль взорвали, мышь какой-то взорвали, все. Типа, о-о-о, я посмотрел экшн в Еве. Здесь, на самом деле, на этом уровне он, ну, очень абсолютно никакой. Вот, ребята, допустим, для новичка, есть ли в Еве альянсы, допустим, корпорации, даже, ну, альянсы, это уже круто сказано, корпорации, которые помогают, в принципе, новым игрокам, и если вот у вас кто-то есть, можете его прорекламировать, или свой, вот, которые помогут. Ну, то есть не такое, знаете, что пришел в игру и такой, ах, там это, вот там, куда хочешь ступай, чатик с помощью русский есть, вот, когда, допустим, туда пиши, тебе все помогут. А вот, в принципе, есть ли корпорации, которые помогут новичкам? Есть ли такие? Конечно, есть. В основном, конечно, это ФВ корпорации, то есть те, кто занимается фракционными войнами, можно там заработать какие-то деньги, в принципе, реально найти и ПВП, найти заработок, достаточно небольшой заработок ИСОК, но изначально занятие, скажем так, весьма унылое, то есть это стоять на неком майке и просто ждать. Если приходит враг, убегать, все. Также есть наборы у крупных и не очень корпораций, альянсов новых игроков, которые в перспективе переходят в более серьезные организации. Ну, скажем так, аналогию приведу, есть академии. Вот, в частности, у нас есть академия корпорация Молот, состоящая в альянсе From the Abyss, где мы что-то объясняем, рассказываем новичкам, мучим там каким-то основам, и после этого они уже прилетают к нам в нули, живем мы в нулях, основная масса игроков альянса живет в нулях, не буду сейчас говорить в каких регионах и так далее. Просто расскажи, что такое нули. Нули – это, наверное, самая большая часть ИФ Онлайн, мира ИФ Онлайн, где не действуют никакие законы, кроме тех, которые устанавливают сами игроки. Ну, по сути говоря, ребят, полнейшая анархия. Как вы соберетесь альянсами и кланами, так вы сможете выживать в этом просто космическом пространстве. Ну, на это еще что-то хочешь добавить? Ну, приглашаю, собственно, всех к нам в корпорацию. У нас вот пришли недавно тоже в Молот уже новые игроки, хотя корпорация организована не так давно, буквально там вчера-позавчера что-то объяснили, чему-то научили. Люди довольны, обогатились знаниями. Так что приходите. Будем всем рады. Ну, ссылочки-то мне на свою корпорацию и прочее, как ребятам с вами связаться, если кто-то может играть, я под описание, под видео сделаю. Давайте перейдем к, можно сказать, не то чтобы к вишенке на торте, но, в принципе, основному вопросу, почему мы здесь забрались, и название подкаста будет, соответственно, звучать. Как мне уже объяснили ребята, кто играет в ИВ, и это неправильная терминология, все-таки обозначение, но вопрос будет звучать именно так, где более понятен, в общем, основной массе игроков. В общем, как вы относитесь к переходу ИВ онлайн на free-to-play? Он же не free-to-play. Ну, по сути, объясните. Влад, расскажи, видишь ли в этом позитивные, какие видишь ты позитивные моменты, негативные моменты, или тебе вообще все равно? Пожалуйста. Честно сказать, я не очень это считаю free-to-play, как все говорят. Они как меняют капельку trial. Trial без предел. Триальный аккаунт. Триал, да. Вот можно сразу скажу, даже CCP нигде не упоминали терминологию free-to-play. То есть это бесконечный триал, скорее так можно назвать, но никак не free-to-play. Хорошо, Влад, продолжим. Ну, вот как-то, давайте назовем бесконечный материал, чтобы... Ну, free-to-play можно тоже, если люди так хотят это использовать. Ну, вообще привычно, да. Потому что, знаешь, это совсем сразу слышно, что о, free-to-play, я пойду посмотрю, что... Ну, да, это привлекает. Это новостники же вот сделали, ребята. Ну, в принципе, мне кажется, это правильная идея. Потому что термин free-to-play, он очень сильно распространен. Это проще. Да, я считаю, первое, я считаю, что это для игры хорошо. У нас будет такой, ну, я думаю, boost людей. И это всегда хорошо, потому что, как ты знаешь, Ива очень трудная игра. Я думаю, если сто человек попробует игру, останется, я не знаю, может быть, десять. Или что-то такое на пару месяцев из этих десять, я не знаю, может быть, два человека останется на год или больше. Это мое чувство. Я не знаю, у меня фактов нет. Ну, я говорю с много новичка, и мы набираем людей, так капельку уже это знаю. С одной стороны, как игрок, мне это нравится. Я люблю качать новых персонажей, новых твинков, и мне это всегда помогает. Я, как тебе говорю, что люди занимаются шпионством и все такое, так это им поможет. А как директор Альянс, мне это, конечно, не очень понравится, потому что сейчас будет миллион новых людей, и я не буду знать, кто это, что это, если это по-настоящему новые люди, или старые игроки просто используют это, чтобы шпионить, типа, костить и все такое. Ну, все равно, мне кажется, это все будет лучше для игры. Смотри, ты как предводитель Альянса, мне кажется, у тебя должно быть уже чутье на шпионов. Ну, в принципе, неужели никак нельзя не различить новичка и в онлайн, или уже игрока, который там проиграл лет пять и прикидывается под дурачка, который, мол, ах, я еще не знаю, ребята, помогите, куда, что нажимать. И в уникальная игра и их игроки уникальны, боже, есть, конечно, дураки, сразу знаешь, а есть люди, профессиональные люди, которые, их работа, может быть, быть в шпионах по-настоящему, которые эти любят в игре тоже делать, которые занимаются всяким-сяким, и такие люди опасные есть в игре и будут использовать это. И, конечно, мне будет труднее, но для игры это будет лучше, потому что будет больше битв, будет больше контента, всякие такие подпольные вещи будут, будет контент. Найт, что ты скажешь вообще по поводу перехода на... будем называть фри-то-плей? Ну, сначала, конечно, отнесся скептически достаточно, но после того, как почитал, разобрал таблички ограничений для альфа-клонов, то есть, объясню, с ноября месяца клоны будут делиться на альфа-клонов и омега-клонов. Омега-это полноценные игроки, альфа-клоны это, соответственно, те, кто вот шел бесплатно посмотреть на игру. Посмотрев на таблички ограничений, ну, в общем-то, такой основной страх исчез, скажем так, потому что, ну, мы с Югой, наверное, прекрасно знаем, кто такие школьники и чего можно ожидать от них. Вот. И, в общем-то, тоже Влада абсолютно поддерживают, придут новые игроки, молодые, может быть, какая-то часть старых игроков вернется. В общем-то, в общем-то, все хорошо, и на данный момент CCP все еще допиливает эту идею. В частности, возникли небольшие трудности, но вполне решаемые с запуском вторых, третьих окон. То есть, если это решат, то, в общем-то, будет все хорошо. В империи, наверное, станет, опять же, если CCP с этим ничего не сделает, в империи станет жить немного сложнее. империя, это там, где действуют законы, там, где теоретически нельзя убивать, но есть флоты суицидников, и вот такие вот флоты суицидников могут наделать шуму. То есть, суицидники это те, которые прилетают, убивают другой корабль, зная заведомо, что их взорвут, но получается этого прибыль некоторую. Я думаю, сейчас про суицидников все-таки тяжело многим понять. Ну да, я так, вкратце, немножечко вкратце, может быть, кто-то из полиопыт игроков будет смотреть и поймет, о чем я. Но в целом, в целом, идея весьма неплоха, и на мой взгляд, CCP делают абсолютно правильно, потому что вот среди даже моих знакомых очень много тех, кто не смог играть на триале, допустим, сразу как-то грамотно. Многие начинали по нескольку раз, и эти разы бывало даже разносились по годам, то есть там заново начинал через год, через два, и в итоге все-таки начал. Но вот благодаря подобному нововведению игрокам будет проще адаптироваться все-таки в Еве, не нужно будет никуда спешить, не будет вопроса, а стоит ли мне платить за эту игру. Те, кто захочет, те будут играть и в итоге заплатят. Кстати, нужно заметить, что и платить-то в Еве можно плексами, то есть игровой линейки. То есть можно вполне заработать на плекс. Многие из наших игроков именно так и делают, зарабатывают, покупают плексы и оплачивают свои аккаунты с помощью плексов. В целом все-таки обоим вопросом больше плюсов переходите или все же минусов? Мне кажется, плюсов. Ладно. Я тоже считаю, что плюс. Мне очень нравится, когда что-то меняется меняется всегда более интереснее, потому что 12 лет нельзя играть в то же самое игре. Что хорошо виви, что все время меняется каплику по каплику по как. Если вот мы бы посмотрели на ту иву, которую я начал играть, и которая сейчас это уже очень другая игра. И вот что хорошо виви, что все время что-то новое. И это не так через два года, а через пару месяцев. Ну, тут тебя хочу добавить по плюсам. За Евой так получилось для зрителей моих посмотреть, ну, так уже получилось, что в основном, допустим, у меня, это моя основная стезя, это корейский RPG-жанр. То есть, именно все начинают от Ragnarika, Lineage, заканчивая сейчас, но на протяжении всех этих лет, когда я узнал еще о проекте EVE Online, я за ним следил. Этот проект был для меня интересен тем, что раз полгода в самом проекте, какая-то там раз в год, невероятнейшая война. буквально два месяца назад случилось так, это опять же писали в новостях многих игровых, то, что одна была из самых крупных цитаделей разрушена общей стоимостью, только не могу в эквиваленте долларов, по-моему, или там рублей, просто невероятнейшие суммы, понимаете, то есть до сотни тысяч долларов доходят, когда целая армата разрушается, потому что, ну, кто не знает, если корабль разрушается, то это навсегда. Допустим, интересные моменты были со звездой смерти. Вот сейчас вот, допустим, вы же про звезду смерти можете рассказать ребятам что-то интересное? Ну, сейчас, я так понимаю, это же не легенды, какие-то ходят, что, в принципе, говорят, что, допустим, кто-то ее собирал, потом ее не достроил, разрушил, что-то вроде говорит, теплица опять. Ребят. Ну, честно говоря, даже не в курсе. Ну, то есть, какой-то, что-то именно говорили про какой-то, невероятнейший корабль, может быть, это и легенда какая-то про звезду смерти. Скорее, это легенда. То есть, невероятный большой корабль, который, допустим, еще, не знаю, понимаете, в игре, где ходят, в игре, где есть легенды, то есть, есть понятие пасхалок, а есть понятие легенд, которые придумывают сами игроки, допустим, это не какие-то, допустим, баги и прочее, то есть, бывали такие утки, которые вот про эти всякие звезду смерти и прочее, кидались в новостные СМИ, их подхватывали, обсасывали, рассказывали об этом. Но это все, допустим, очень забавно. Лично на меня, на протяжении всего этого времени смотрел на проект, ну, больше, допустим, с интересом, но мне, как и сейчас, вот верите, нет, мне тяжело, точнее, ну, тяжело, как-то было страшновато снова начинать играть, потому что, ну, я точно прекрасно знал, что меня там ждет уже, там, я играл в 3 месяца, я точно, если начинаю играть, я точно прекрасно знаю, что ждет. Благо, что есть Найт. Да, так что, без него, кстати, стримов по Еве не будет, я вам сразу говорю, то есть, если что, Найт всегда будет со мной сидеть и рассказывать, куда что тыкать, если соответственно, я думаю, мы, я думаю, мы все-таки выделим какие-то, наверное, определенные дни, определенное время и запустим. А если вам, конечно, это интересно. Такой вопрос, в принципе, что, что кардинально, вот, вот, такой вот прям, мне очень, сейчас мне приятно этот вопрос задать, что кардинально изменится в EVE онлайн и что вас заставит уйти из проекта? Это очень фатальный вопрос, очень сильный, мне кажется. Влад, я думаю, мне нужно, мне кажется, прям ответить на это. Что изменится, что могут сделать с СИП, из-за чего ты сможешь уйти из EVE? Почему? Просто чтобы с ней распрощаться. просто многие локализаторы, я сейчас объясню, почему этот вопрос родился, очень многие локализаторы MMORPG делают фатальные ошибки, люди уходят тысячами, и это очень плохо. Для мира ММО, для мира игр в целом, онлайн. Но я скажу так, я не думаю, что есть что-то такое, что может с ССП сделать, чтобы я ушел. В EVE контент весь это от игроков. Только мой коллектив может сделать что-то, чтобы я ушел от EVE. А так, EVE будет меняться как хочет, я буду здесь. У меня философия такая из NightWise ты переведешь на русский, если поймешь. Out of chaos comes opportunity. Ну, только хаос сможет что-то изменить. Хе-хе. Нет, из-за хаоса... Из хаоса... Возможности. Возможности. мне кажется, так не получается. Может быть. В общем, когда вещи меняются, всегда может что-то новое найти, новых людей. Всегда интересно. А так, так, что о, они поменяли игру, что это мне не нравится, я ухожу. Это компресс ребенка. Я не ребенок, я долго играю. Эта игра миллион раз поменялась. Я видел, как самые большие мощные альянсы с ничего прошли в здоровую силу и уже их давным-давно не было. Так, это все зависит от игроков, не от СССР. Как люди, чем они занимаются, сколько их есть и все такое. А так, чтобы, скажем, они поменяли, что окей, такого корабля нету, такая система поменялась, сейчас это можно делать, сейчас это нельзя делать, это никакой разницы не имеет. Вот в чем разница Ив и, скажем, World of Warcraft. контент весь должен делать Blizzard. В Ив контент мы делаем. И нам не нужно никакие NPCs, нам не нужны никакие истории, мы делаем историю, мы легенды здесь. Не, ну это мощно. Да, я в общем-то поддержу Лада. мощно, потому что, сейчас на это перебью, потому что ребят привычно по ним, то есть Ева привыкла, ее привычное понимание такая моргия, как мы уже привыкли, что нам поставляют контент корейцы, Blizzard, кто угодно, китайцы, и мы соответственно до какого-то потолка доходим, и нам становится или нечем заняться. Допустим, в Еве вы уникальность, вы индивид, и ваш альянс это сила, если вы найдете альянс, корпорацию, которая будет кулаком, которая будет пробивать и бить лица другим товарищам, а вас будут говорить. Тут не получится так, как в обычном понимании МРПГ, дойти до Мейлстоуна, и все, здесь нет понятия Мейлстоуна, а это вообще понятие в каждой игре должен быть Мейлстоун, это понятие именно закона жанра онлайных миров Ричарда Герриота, к которому я очень часто как бы ссылаюсь. Ева в этом понимании, то есть удивительно, здесь нет этого, здесь нет точки, здесь нет Мейлстоуна, если для кто не понял, допустим, Дренор, Легион, вот в World of Warcraft, такие крупные большие патчи, на которых допустим, зацикливается игрок, здесь нет такого, здесь есть что-то одно, что меняет, улучшает непосредственно игру, в частности, вот последние нововезения, которых я увидел, это были Цитадели, но это новое, интересно, в MMORPG любят строить домики, здесь понятно, здесь Цитадели, то есть в частности CCP идет много со временем, то есть песочница, пожалуйста, хотите построить свой личный форт в космосе, в частности свой форт, огромную Цитадель, пожалуйста, без проблем, а то, что к вам ее прилетят и разрушат там за пару минут это уже ваша проблема нечет, как-то так. Да, в Гиве есть не левелинг, а есть индивидуальные цели, и не рейды, а цели коллектива, и весь контент, это что мы хотим делать, вместе, и что я хочу делать сам сегодня, и поэтому это все, поэтому так вот ты пропадаешь, sorry, меня слышно? Да, 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 я говорю, поэтому это все, все, казаться нет, как меняется, мы здесь облудим, и мы найдем как развлекаться. Найт, что ты еще скажешь этому поводу. Ну, Влад, в общем-то, правильно, опять же, говорит, что в Еве любой патч, любые нововведения, это то, к чему игрок приспосабливается. мы люди великие приспособленцы после тараканов, поэтому как бы нет ничего такого глобального, к чему нельзя приспособиться, я вот за все годы, что я следил за Евой, в общем-то, нет такого. Есть игроки, которым скорее надоело, ну, скажем так, утомила Ева, то есть в один проект некоторым играть довольно тяжело на протяжении многих-многих лет, то я вот больше общаюсь с людьми, которые, ну, там, минимально два года играют для какого-то другого проекта, это огромный срок, а здесь это ни о чем. Поэтому ко всему можно приспособиться, я даже не знаю, что CCP могут сделать такого, что изменит настолько геймплей, что люди побегут отсюда. Наверное, ну, если только плексы отменят, русских не будет тогда. Русские будут, количество их, конечно, поуменьшится, явно. Только я. А так, ну, сказать, чтобы даже вот реальными рублями оплачивать подписку, но это не такие огромные деньги, 550 рублей в месяц, так что подписка вовеща стоит 550 рублей в месяц. Так что я не думаю, что даже 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 то, что CCP решат убрать плекс из игры, что-то глобальное изменит. Все, что может заставить игрока уйти из Евы, это только его собственное желание, его собственный настрой. Только так. как бы в принципе вопрос, будет то есть у нас уже осталось не так их много. Вообще, что послужило толчком для CCP, почему они решили перейти на вот такой вид посредственно аккаунтов, коль вы сказали, что игрок сам делает эту игру, сам здесь король, бог отчасти, то почему именно CCP решили вот именно перейти на такой вот вид аккаунтов, как Alpha, как бесконечный Триал. Ну то есть что в самой компании изменилось? Влад? Они поменяли там девелопер капельку и мне кажется, Free2Play эта система очень популярная сейчас, почти все игры ее имеют и много игр имеют с этим хорошие результаты. Триал системы всегда имела свои проблемы и всегда имела проблема с первое чтоб люди сюда пришли, второе, чтоб они остались, третье, чтоб они как-то так решили заплатить за игру после вот этого тракта периода. И это что-то что они должны были починить давным давно. Еве очень много вещь есть так вот, которые они хотят поменять, но после этого все времени ресурсов нету, так они все потихоньку потихоньку. Я думаю, они хотели бы это уже сделать я не знаю, лет 3, может быть 5 назад, но только сейчас до этого дошли. Компания вообще не такая большая, не столько много у них ресурсов, у них другие проекты, так они потихоньку меняют мне кажется все в лучшую сторону. Я сейчас смотрю на все эти патчи, которые будут конечно кроме этого Alpha, и я не помню другое время в YIV, когда было у меня как сказать более интересное чем сейчас. Мне кажется сейчас самое интересное время в YIV, и мы уже так долго играем. Время перемен. перемены сейчас на самом деле большие по патчам, которые идут в течение года, по крайней мере то, что я слежу. А венцом мне кажется вот этот Alpha Count в принципе проблема в чем? Как я ее видел, месяц триала это ни о чем. То есть это даже возможно за месяц я запомню куда нажимать более-менее до автоматизма на клавиш интерфейса, как поставить на орбиту, как направить, как допустим лучше сделать для добычи или допустим для ПВП того же самого. за месяц об этом не научишься никаким боком. Да, сейчас в принципе хорошо. Извини. Ну все, я говорю сейчас в принципе хорошо. Сейчас не сейчас в ноябре будет вообще думаю отлично зимой никуда вам допустим уже не так надо будет спешить на улицу можете просто сидеть и разбираться и будет вам интерес надеюсь. Найт Ну Влад что-то хотел сказать. А еще Влад дополнить давай. Я уже забыл. Я просто хотел добавить что самое главное это найти коллектив людей в этой игре. Найти людей которые тебе поможут с кем можно говорить не просто что-то писать если и через пару часов что-то слышать чтобы был коллектив чтобы что-то вместе делали в ИВИ разницы нет что вы делаете но главное что-то и вместе так вот поэтому как у нас есть мы открыли академию для русскоязычных людей потому что наш альянс не только русскоязычная у меня я лидер четыре корпорации плюс еще альянс а воздиректор один из наших корпораций главных которые в нулях и еще он директор в молоте это наша академия так не только наша академия альянсы и корпорации которые занимают помогать новичками ну это конечно лучше всех все не похвалишь легенды да да академии для русскоязычных нету почти все большие академии которые говорят по-английски так вот наши директоры которые из главной корпорации Warped to Sun поставили свои тунки туда в молот помочь новым игрокам так если люди хотят найти поищите корпорацию молот с точкой на конце у нас есть своя чат чаннел то же самое молот с точкой на конце кстати буквально вчера разговаривали с одним из новичков я зашел значит пишут как дела может вопросы какие-то есть ну в общем-то разговор зашел за то что в чате сидела довольно много англоязычных игроков ну естественно ему сказал об этом то если что там уменьшусь все нормально говорю много англоязычных он ой плохо блин а с чего плохо то наоборот это замечательно подтянешь английский свой например о ну да точно так что и подтянуть английский свой можно и познакомиться с различными интересными людьми которые находятся от вас довольно далеко ну и русских нас хватает в игре наверное это может быть я ошибусь ну как минимум треть евы это русскоязычные врачи так что всегда найдете себе компанию всегда всегда можно найти себе компанию всегда можно найти коллектив близкий по духу близкий по интересам ну и в ммоу вообще в принципе основная часть всегда была и будет это именно игроки то есть в любой ммоу рпг одному будет скучно и неинтересно я хочу добавить что русскоязычный коллектив виви очень очень важный по политике я вам скажу почему все все альянсы имеют свой космос и если альянсы все играют на одном сервере игра 23 часа в день если у нас свой космос если мы скажем только из Америки скажем живем в Нью-Йорке и у нас нету ни русских ни европейцев ни эстральцев мы идем спать и у нас война скажем мы идем спать когда мы не спим все нормально в нашем космосе мы идем спать просыпаемся у нас космоса нет почему у нас нету людей которые дежурят в других таймзонах так из-за этого русскоязычный коллектив в Еве очень важный почти все большие альянсы имеют свои корпорации в других таймзонах так поэтому у нас очень хорошо получается потому что у нас из Америки люди у нас из Европы из Австралии и из России 24 на 7 ну да но это не значит что нужно 24 на 7 даже и вам ребята сидеть я так понимаю кто испугается скажем так в рабство не пусть в эту игру приходим и все нет ребят просто нет у нас русский ночной дозор в нашей альянс начинается начинается ночь приходит мой дозор как там было да да ночная рука хорошо давайте у нас таки немножечко пары отстраненных таких вопросов будет в любом случае ты кроме ева ты играешь какие-то еще игры давай немножечко тогда сайфая космос три проекта которые я тебе назову скажешь который в принципе сейчас на слуху в кавычках убийца ева старсинтез или денджералс и большой провал этого года ноу-мэн-скай играл ли ты в эти игры ждешь ли ты какую-нибудь из этих ну допустим ждешь ты ноу-мэн-скай сидит ноу-мэн-скай сидит на моем компьютере я его поиграл очень такой красивый проект он очень красивый он как майнкрафт для в космосе понимаешь у меня для ив не всегда чувствуется как игра у меня очень много ответственности так я иногда вот захожу в что я называю игры я как сильно ив онлайн не считаю как вторую жизнь да а вот такие вот игры ноу-мэн-скай старс ситисенс это я уже считаю и игру и игры мне интересны но это не серьезно я 12 лет ноу-мэн-скай старс все это не буду играть и никто не будет играть ну интересно под лобой полетаю они же очень такие амбициозные ребята citizen а citizen citizen ладненько ну а elite dangerous они сейчас ну по крайней мере я спрашивал ребят которые играют в элитку они говорят что гораздо проще в elite dangerous разобраться нежели чем в киеве то есть это хорошо то есть они уходят именно туда вот чем такая проблема но но можно можно встречный вопрос как надолго они туда уже а ну это неизвестно вот это неизвестно как раз мы слышали вот новый ммм сейчас убьет вау никто не будет играть вау вышел и все сервы полные ну вот знаете что ты скажешь будешь citizen играть star citizen довольно скептически к нему настроен потому что это кит долгострой с кучей привлеченных бабок ну неизвестно что нам на выходе выдадут поэтому ну достаточно скептично настроен но вот как выйдет так и поговорим давайте решать по мере поступления поговорить альфа все эти приблуды все это хорошо но не то пальто важен именно контент но манской ну не знаю пилить и пилить на мой взгляд лид джерус ну это наверное ностальгия ностальгия по старым временам когда элит джерус элит точнее еще первые выходили на за эксперт рум и вот мы там собирались толпой буквально компьютеры были тогда далеко по ним всех сказки играли люди не поняли ну а лёг не поняли старый пердон который все все это помню а люди вообще не поняли что такое спектру я думаю google им в помощь вот поэтому как бы опять же замечательно проекты выходят это это хорошо вопрос на насколько и хватит ева себя уже показала в этом плане и нужно отдать должное си си пи которые все эти годы развивают поддерживают проект потому что он действительно развивается действительно мы видим какие-то нововведения какие-то причем делается это все довольно осторожно и аккуратно и я бы не сказал что какое-то из нововведений прямо сломало геймплей или ввело какую-то имбу или еще что-то в этом роде то есть нет такого поэтому посмотрим посмотрим как это все будет происходить дальше но на мой взгляд ева никуда не денется замечательно но будем немножечко закругляться на самом деле то что мы хотели обсудили основные такие аспекты годные которые подкастом эти мы вам задали в завершении что хочу рассказать от себя ребят если вам интересно стриме по его обязательно отпишитесь об этом в комментарии ваша активность на этом видео тоже будет показателем того насколько вам интересен и контент по EVE Online который я хочу делать а я хочу делать непосредственно гайды для новичков для тех кто такой же как и я абсолютно ничего не понимает но есть интерес поиграть в эту игру окунуться в мир космоса и вообще в принципе возможно стать даже легендой этого космоса от вашей активности соответственно будет зависеть именно выход роликов и подкастов по EVE Online большое спасибо ребята что пришли что воскресное утро да кто сейчас не знает сейчас с 11 мы начали в 10 утра воскресенье сейчас у нас полдвенадцатого спасибо что пришли спроси у Влада сколько у него сейчас у Влада сейчас Влад сколько сейчас у тебя время у нас сегодня сейчас 4.23 september 11 в Нью-Йорке такой важный день то есть пол 5 утра нормально да сегодня в Нью-Йорке 11 сентября вот я думаю день памяти сегодня будет вот что еще да в принципе все что хотел я вам сказать ребята уже было сказано ребята со стороны долгострой и в онлайн рассказали вам надеюсь интересную полезную информацию если вы уже собрались стартануть сейчас или же в ноябре месяце попробовать так что все ссылочки на альянс ну вот правильно да не альянс а корпорацию корпорацию будут в описании под стримом как найти связаться и так далее и тому подобное ребята спасибо всем кто смотрел спасибо тебе макс огромное за рассказ о на мой взгляд замечательном проекте Ив приходите все я думаю мы с Владом еще последим за комментариями если будут какие-то вопросы ответим так что подписывайтесь 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 в комментариях подписывайтесь на канал ты все испортил как всегда найт 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 ребятки всех вас обнимаю и до связи Влад а Влад Влад да я просто хотел добавить первое Юга спасибо большое что ты нас умел на твоем подкасте было очень интересно мы сильно про философию Ива не говорим всегда есть что-то делать так мне это очень нравится и хотел сказать извините если что-то меня вы не могли меня понять или что-то такое я еще учу русский как сказать а второе хотел сказать для новичков не думайте что если вы сейчас на счете играть что никогда не догнете людей которые как я играли очень долго в Иви когда ты играешь ничего не значит сколько денег у тебя ничего не значит какие корабли у тебя ничего не значит мы все директоры больших альянсов знаем что мы строим все на песке и что сегодня будет у нас не значит что у нас это будет завтра а всегда хорошие пилоты всем нужно и не так много нужно иметь время чтобы вы могли что-то сделать который меняет историю объем спасибо большое юга все и вам большое спасибо ребята ну и по традиции тепла здоровья обнимашек с вами был юга побольше вам хороших мморпг и до связи соответственно лайк и комментарий под видео пока пока мморпг 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 Субтитры создавал DimaTorzok